Ямал продолжает строить. По итогам 2020-го ввод жилья в регионе превысил плановые показатели на 9%. Часть квартир в новых домах будет продана, в остальные переедут семьи из аварийного жилья. Пресс-служба губернатора уточняет, переселение ямальцев в капитальные дома и снос непригодного жилфонда продолжается благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Всего на Ямале строится 460 тысяч жилых квадратных метров. Переселение ямальцев из аварийного жилья проводится по нескольким программам, в их числе сотрудничества. Участники этой программы могут переехать в Тюменскую область. У нас на Ямале уже много лет реализуется программа сотрудничества, программа для переселения в Тюменскую область наших жителей, которые имеют необходимый стаж и заслуги, и возможность ей воспользоваться. В прошлом году мы, несмотря на все сложности 2020 года, этой программой воспользовалось рекордное количество жителей, свыше тысячи человек. Такого у нас не было никогда за многие годы, уже больше 15 лет, как программа эта работает. С прошлого года мы ввели новую категорию. Внутри программы это жители, которые стоят в очереди по переселению, по программе сотрудничества, проживающие в аварийном фонде, чтобы еще дополнительно ускорить переселение их из жилья, непригодного для жизни. Но из таких семей свыше 150, в этой тысяче ямальцев, которые переехали по этой программе, но получили много запросов от жителей о том, что кроме Тюменской области, традиционно, в которой мы переселяем, северян, есть большой запрос на другие регионы страны. По просьбе ямальцев в этом году в округе стартовала новая жилищная программа. Социальные выплаты жители аварийного фонда могут направить на приобретение жилья во всех регионах России, кроме Тюменской области. Прием документов продолжается. Уже поступило более 50 заявок. Самая разная география, первые заявки, которые поступили и ближайшие наши регионы, Свердловская область, Челябинска, так и южные направления, Краснодарский край, даже Крым. Программа начинает свое действие, поэтому все, кто проживает в аварийном фонде, и имеет необходимый стаж, могут обратиться в органы жилищной политики, проконсультироваться и получить эту меру жилищной поддержки. В этом году по программе смогут переехать более 150 семей. Она дает дополнительный инструмент для выполнения задачи губернатора Дмитрия Артюхова по расселению на Ямале 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года, пишет пресс-служба губернатора.